В 2002 году, когда вы пришли на КАМАЗ, тогда буквально несколько лет прошло после 30-летия КАМАЗа, и вот вы, когда вступали в эту должность, вы себя воспринимали исключительно антикризисным менеджером, который придет, наведет порядок и, как говорится, дальше пойдет по карьере, или все-таки вы надеялись до 40-летия, 50-летия доработать на КАМАЗе? У вас были какие-то личные предпочтения в этом отношении? Если касалось строительства моих долгосрочных жизненных планов, мне, конечно, тогда хотелось, причем очень сильно, уйти из статуса госчиновника и вернуться в бизнес. Планировал ли я здесь прожить так долго и работать всю оставшуюся часть своей деловой карьеры? Конечно, нет. Я не рассматривал себя кризисным менеджером, наверное, по той простой причине, потому что вообще было бы неизвестно, получится или не получится что-то сделать с КАМАЗом. То есть состояние было настолько удручающим, что это было совсем непросто. Гарантий никаких не было, это был мой жизненный риск, и я решил, что я могу себе это позволить, рискнул. Как правило, больше пяти лет руководители вряд ли работают на одном месте. Я тоже предполагал, что в пределах пяти-семи лет потом, наверное, буду менять карьеру. Потому что КАМАЗ так затягивает, что уходить с него совсем не хочется. Я не скажу, что не было предложений, предложения были интересные, но как-то, это уже меня не трогает. Потому что на предприятиях директора должны работать долго, потому что перечень задач, как правило, формируется на очень длительный период. Невозможно сделать вот что-то сейчас, сегодня. Все нужно выстраивать на много лет. Если у человека нет большого горизонта планирования, наверное, он не может работать с полной отдачей. Так получается. Я очень негативно отношусь, когда происходит частый смену руководителей. Стараюсь, чтобы директор не только в нашей компании, а по всей вечерней работали как можно больше. Стабильность коллектива. Это важный аргумент. Наверное, все-таки, может, у меня было подскудно желание не менять обучение, но осознанного подхода к этому вопросу, что я здесь пришел работать на 20 лет, не было. Сергей Анатольевич, ну вот теперь, получается, мы дожили до этой даты практически уже. И, естественно, вопрос, насколько юбилейный год наш удачный? Что мы можем записать в наши удачи? Что нам не в покутный ветер? В нашем бизнесе удачный и неудачный год, очень трудно говорить. Очень редко бывает, когда рынок уж совсем хорош, и нужно этим продлиться. За время моей работы это было только, наверное, 2007 года. Когда все шло вперед, были у нас достаточные объемы, был дефицит автомобилей. И больше такого счастья нам никогда не откайфовалось. Все было, как всегда, за место на рынке надо бороться. Но перед 50-летием есть вопросы, которые могут настораживать, но в основном обращаешь внимание на то, чем можно гордиться. Решение, которое мы готовили, приняли наши акционеры, масштабная реконструкция КАМАЗа, как по технологиям, так и по продуктам, оно было осознанно. Это тоже стратегия на много лет вперед. То есть мы понимали, что с тем продуктом, который мы выпускали, К3, как мы говорим, автомобиль третьего поколения, мы не можем жить досконечно долго, что рынок меняется, меняется требования наших потребителей, и нужно дать нашим клиентам совершенно другой продукт. Но это в какой-то степени также был и вызов для нас самих, для всего КАМАЗа, от рабочего до руководителя, конструктора, производственника, технолога, что сможем ли мы это сделать. Те автомобили, которые мы сегодня запустили в тестовую эксплуатацию, в нашей транспортной компании и в нескольких других, мне уже сегодня дают уверенность, что нужно утверждать, что мы смогли, то есть можно утверждать, что мы смогли это сделать. Современный автомобиль, совершенно новых потребительских свойств, новый уровень качества. Конечно, дорога до того, как их признает наш потребитель, еще длинная, но нам уже есть с чем приходить к клиенту и рассказывать о том, что мы вам предлагаем премиум-фегмент со следующими характеристиками. До этого не о чем было говорить совершенно, сегодня это уже другая картина. Если брать само 50-летие, то в первую очередь, это, наверное, цель, которую мы ставили, чтобы это был праздник для нашего коллектива, для города. Был разработан план мероприятий, участие принимали мы, городская администрация и правительство Республики Тарстан, ну и, конечно, федеральное правительство. Так как оргкомитет по проведению празднования возглавил вице-премьер, курирующий, пожалуйста, казак Миколаевич. Мы провели два заседания оргкомитета. В принципе, и город подготовлен был, и завод был подготовлен к празднованию. Он прошел ряд культурных мероприятий, связанных с концертами, с участвованием наших ветеранов, вечера воспоминаний. То есть много очень течения было, я даже все это не числить даже не могу, потому что весь год что-то происходит, и мы стараемся все посвящать 50-летию КамАЗа. Это достойные даты, и КамАЗ достойно подошел к этой дате. То есть мы выпустили, я посмотрел сегодня, на момент интервью, 2 миллиона 308 тысяч автомобилей. Вот, наши производственные сводки, впечатляющие цифры. Это, конечно, много. КамАЗ известен как бренд во всем мире. Нас признают, что мы в семье производителей коммерческих автомобилей имеем свое место и к нам относятся с уважением. Мы распределили наши финансовые ресурсы, правильные, которые позволили решить наши задачи как текущие, а так и завтрашние. Там, где мы не могли себе позволить потратить достаточных средств в одном моменте, мы привлекали наших партнеров, создали множество СП, разделили наши финансовые затраты и рыночные риски. Ну, в принципе, все получилось. То есть это создать тот фундамент, который позволит смотреть на будущее КамАЗа, на текущие 15-20 лет с оптимизмом и уверенностью. Что будет дальше? И встретить уже и 60-ти лет, и 70-ти лет. Что будет дальше, чуть позже будем говорить. Ну, я также хочу подчеркнуть, что важную укору мы сделали, что под флагом 50-летия КамАЗа существенно изменить социальную среду города. Я обращался к Мениханову Рустаму Ругалевичу. Вот Мениханов Рустаму Ругалевичу и Челезов Сергей Викторовичу обратились к президенту страны. И, в принципе, появился документ, который позволял реализовать ряд интересных социальных проектов в нашем городе. Я особо, наверное, отмечу, что всеобщая любимца у нас – это команда КамАЗ-мастер. Центр дополнительного образования многофункционального, который мы планируем в будущем построить, даст Бог, он служит как раз развитию нашей молодежи в одном объединении с нашими именительными спортсменами. То есть воспитывает любовь и умение работать с техникой на ранних этапах развития наших детей. Вот это Центр дополнительного образования, который позволит использовать современные методики именно в техническом образовании. Ну, важный вопрос, конечно, медицина. Я обращал внимание, что все опросы нашего населения, города, наберем, в чем они сводятся к тому, что у всех вызывает пожелание, что медицина должна иметь больший уровень развития. Конечно, невозможно без инвестиций, дополнительных средств, и было выведено несколько инициативов под 50-летие КамАЗа. Но в этом году началось строительство онкологического центра. Он региональный центр не только для набережных, чем охватывает всю прилегающую территорию соседних городов. В сегодняшнем, в современном мире, это, конечно, очень важный вопрос, онкологическим больным своевременно оказывать поддержку и помогать. Ну, по спортивным объектам я считаю, что у нас в области спорта в городе явно недоразвита инфраструктура. Вот то, что мы предложили по перечине объектов 50-летию КамАЗа, построили центр художественной гимнастики, бассейны. Вот бассейн уже, надеемся, что даже в этом году будет по плану реализован. Это все то, что будет приближать жителям нашего города. Это очень тема интересная. В области культуры, то есть мечтарая реконструкция татарского академического театра, ну и мы рассчитываем, что все-таки будет подготовлена проектно-смертная документация по русскому драматическому театру Мастеровы, и они получат, в конце концов, современное издание, и жители нашего города перестанут стоять и очередь за билеты в несколько месяцев. Экологические вопросы реабилитации реки Малитевский вместе с окончанием ливневой канализации, которая у нас в городе до сих пор отсутствует, это тоже вопрос, считаю, с точки зрения колонии, как раз так крайне важный. Масса мероприятий прошла по улучшению предустройства нашего города, в области парков много средств выделено и приводится в порядок дороги, как в городе, ну и что особо важно для нас, Камазовск, это, конечно, восстановление, ремонт дорог промышленных зон. Потому что если город еще как-то содержал свои дороги, то промышленная зона всегда стада вот этого. Ну, вот несколько лет назад началось, и в этом году я в Козаводской проспект идет. Для нас это тоже крайне важный вопрос, много работы проделал. Надо сказать, я считаю, что равнодушно, как в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе, в 50-летии в Камазовске все к этому относятся к огромному уважению, именно с тем уважением, которое заслуживает наш коллектив и наша компания. Сергей Анатольевич, а вот все-таки до сих пор, пока у нас наши новые автомобили премиум-сегмента проходят испытания, они еще не объявлены в коммерческую продажу. С чем это связано? Это связано в первую очередь с нашим пониманием, что это совершенно другой патрон. Мы не имеем права прийти к нашим потребителям с теми проблемами, которые были на первом этапе по воскалению качества. Я считаю, что у нас это была отличная тренировка. Мы за три года не просто пришли в премиум-сегмент, а значительно раздвинули его в нашей стране. Стали фактически участниками этого рынка, хотя мы всегда либо в дешевом, либо в среднем самом-сегменте были. Мы показали нашим потребителям, что мы можем работать. Но вот К5-е поколение мы не вправе приходить с такими проблемами. Там год мы фактически доводили автомобиль до надлежащего качества, по качеству К5-му. Это принципиально новый автомобиль для нас. Там нет такого влияния Мерседеса, как АК4. И это работа именно наших людей. Первые месяцы эксплуатации показывают о том, что автомобиль получился. Я фактически ежедневно смотрю сводки, еженедельно внимательно их рассматриваю, как он проходит в эксплуатации. В принципе, по традиционным узлам и агрегатам вопросов не возникает. Есть небольшие погрешности в работе электронных систем. Этим сегодня наши конструкторы занимаются, продуктами автомобилей. Но для меня крайне важна эта зима. Как покажет себя эта партия автомобилей в эксплуатации в зимних условиях? Мы, конечно, провели все тесты в рамках НДЦ, но реальная жизнь и испытания в научно-техническом центре все-таки это немного разное. Очень бы хотелось убедиться, что мы заходим в новый для нас сегмент рынка с продуктом, который не вызовет отторжения и сомнений у наших клиентов. И только с этим связана определенная задержка. И я считаю, что мы не вправе торопиться. Мы должны сделать все качественно и надежно. В первую очередь, иначе нам наши потребители не простят ошибок. Очень конкурентная среда. С кем мы конкурируем сегодня этим автомобилем? С Мерседесом, Гольмс, Каней, Маном. Это уже отработанные машины, которые допускают десятилетия. А мы пришли куда только-только. Хотим забрать долю на рынке. Присутствует. Я не скажу, что это простой вопрос. Сергей Анатольевич, а если вы имейте в виду, вы сказали о качестве сразу, и если имейте в виду драйверы рынка, как эти два вопроса соотносятся между собой? Появились ли дополнительные и, соответственно, наш ответ? Ну, наш ответ простой. Если по количеству автомобилей премиум сегмент сегодня занимает половину российского рынка, а если брать в денежном выражении, это уже две трети. То есть, ответ простой. Потребители потихоньку уходят в эту сторону. Ну, и понятно, к чему. Коммерческий автомобиль сегодня – это та техника, на которой наш клиент зарабатывает денег. Если там плохие потребительские свойства по удельному расходу, по надежности, по межсервисному обслуживанию, то клиент не заработает ничего. То есть, мы обязаны сегодня понимать бизнес нашего потребителя и давать ему то, что позволит ему зарабатывать устойчивое средство, доходы и быть конкурентом в своем роде деятельности. То есть, если этого не понимаешь, то ничего не получится, никто не будет покупать. Ну, сегодня наши потребители нам, в принципе, уже верят, потому что на К4 мы прошли в школу. Есть парки, где уже 700-800 автомобилей КАМАЗ четвертого поколения эксплуатируются. Устойчивые компании, мы им предложили финансирование, помогаем сервисам обслуживания. То есть, это все работает. Я имею в виду новые драйверы рынка. Это автомобиль К5, однозначно. Особым, наверное, сегодня вниманием для нас неожиданно стал этот пассажирский транспорт. То есть, мы тоже всегда к этому виду продукции нашего бизнеса относились очень спокойно, равнодушно. Мы поддерживали брускостно, потому что у нас есть это производство. И вот уже второй год, это сегодня точка роста. К причине тоже понятно, что в нашей стране очень сильный износ парка. Ну и в крупных городах неизбежно сегодня происходит переориентация муниципальных властей на общественный транспорт. Иначе проблему трафика в этих городах не решить. Хорошо, у нас там город Наберзович, он имеет широкие проспекты и пробка временем 5-10 минут для жителей Челнов это уже что-то невероятное. В других старых городах, про Москву уже не говорю, провести в машине 2-3 часа в тропке, это же давно стало нормой, это же в любом случае раздражает. И без сокращения количества индивидуальных автомобилей на дорогах решить эту проблему невозможно. В этом случае мобильность может обеспечиваться населением только общественным транспортом. Для меня очень яркий пример это Москва. Столица нашей Родины делает очень много в организации работы общественного транспорта. Это и железная дорога, это и метро, и наземный транспорт, трамвай, автобус, электробус. Это и леденные полосы, четкая работа по расписанию, достаточный объем. Я в Москве достаточно часто пользуюсь метро, поскольку из точки А в точку Б доехать всегда непросто, и автомобиль там не лучшие средства передвижения. Я вижу, что делается для пассажиров, то есть вся информация на инвестиционных табло, не только о движении транспортного средства, но идет информация в целом, и новости транслируются. Дается информация о определенных событиях, которые важны для пассажиров. Пользоваться интернетом, во всех видах общественного транспорта это доступно. Подзарядка телефонов, оплата через валидатор, то есть за счет карты тройка. То есть масса сделанных решений, которые помогают нам, как пользователям общественного транспорта, почувствовать, что это все-таки удобнее. Невозможно заставить людей перейти на общественный транспорт, нужно создать условия, чтобы они хотели это сделать. И комфорт, и хвост передвижением должны быть сопоставимы с индивидуальным автомобилем. Это сегодня происходит, это становится вообще вопросом всех. Я общаюсь с многими губернаторами, сейчас резкий интерес к наземному транспорту возникает. И принимаются те меры, чтобы эта деятельность развивалась. Поэтому начался рост рынка. Ну, я бы сказал, что рынок-то не вырос настолько, насколько выросли бы. По итогам девяти месяцев по автобушам большой вместимости КамАЗ развел больше, чем ЛИАЗ. ЛИАЗ имеет большую мощность. То есть мы, в принципе, в гонке по продукту показали себя хорошо, выиграв ряд тендеров в Москве. Мы же никогда не работали в столице в нашей стране, там автобусов в КамАЗ вообще не было. Сейчас это обычное дело на улицах Москвы. Мы рассматриваем сегодня работу по Санкт-Петербургу, это второе по объему ровно нашей страны. Ну и других предложений достаточно много. Все города-миллионники сегодня с этой проблемой столкнулись, все задают вопросы. Мы сегодня рассматриваем расширение мощностей и в этом году мы уже почти удваиваем производство. Ну и, конечно, это инновационная продукция, с моей точки зрения, это электробусы. Как, кстати, Сергей Анатольевич, приоритеты распределяются? Мы больше делаем акценты на чем? Электробусы, газовые автомобили, беспилотники или это как бы три вектора, по которым мы идем практически с одной скоростью? Пассажирский транспорт для нас сегодня это уже коммерческий вопрос. То есть мы вложили много средств в создание продукта. Мне, например, дизайн, который получился у нас с автобусом, электробусом, просто откровенно нравится. Красивая техника, которая, наверное, украшает улицы наших городов, и я этим горжусь. То, что касается электробусов, это однозначный инновационный вид транспорта, и наша способность за короткий промежуток времени по очень высоким требованиям в Москве сделать продукт, это, конечно, важный вопрос. Это было непросто, мы много шишек себе набили, но, тем не менее, это сделали. Думаю, что в ближайшей неделе мы проведем определенное статемическое обсуждение задач на ближайшие 3-4 года именно по автобусной тематике. Я уже представляю, что является первым членом для дальнейших разработок в нашей компании. Это потребует увеличения мощностей, и мы будем этим заниматься. То, что касается электрических грузовиков, беспилотного вождения, это все работа на будущее. То есть коммерциализация в этом году, в следующем году, она практически невозможна. То есть я понимаю, что беспилотник для всех, для нас это тот момент, когда в кабине не будет водитель. Со всеми плюсами и лимусами этого дела. Наступит ли этот момент? Я уверен, что наступит. То есть нас же не пугает, например, на производстве, когда вместо людей у станка появились роботы. Мы не понимаем, зачем это происходит, что сопоставляем, что выгоднее человек на рабочем месте или робота. Все плюсы и минусы, они для нас очевидны. Дорога – это то же самое рабочее место, но выход беспилотников на дороге общего пользования – это революционная ситуация как в сознании людей, так и в нормативной базе. Конечно, робот будет гораздо меньше ошибок допускать, меньше аварий будет происходить. Но моральный аспект, кто виноват в случае, если аварии продажа, будет оставаться. Там, где сидит водитель, мы четко знаем, кто виноват. В случае, если водителя нет, то очевидно, что вопрос будет с водителем, что виноват автопроизводитель. Мы не совсем готовы сегодня принять на себя такую ответственность. И разработка нормативной базы во всем мире, она потребует значительного времени. Это точно не произойдет в 2020-2021 годах. Мы взяли сегодня ориентир о том, что на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта. Сегодня на территории КАМАЗа первые тесты, заезды начались. Мы готовим маршрут на подвоз кабин на автомобильный завод, автомобиль 4080-83. Начал пока наработку тестовых заездов уже на территории КАМАЗа. И в одном из угольных карьеров Кемерово мы тоже начали накатывать маршрут, куда впоследствии предложим нашему клиенту поставить карьерный самосвал по нашему алгоритму, с нашими системами на перевозку либо угля, либо грунта, при встречных работах уже на наших автомобилях КАМАЗ. По затратам сегодня это просто инвестиции в будущее. То есть коммерческой ценности это, конечно, не имеет. Так же, как и электрический автомобиль. Он слишком дорог, чтобы, ну, не золи, электрические автомобили сегодня появились на дорогах нашей страны. И улицы в отсутствии достаточно инфраструктуры. Все это откладывает массовое внедрение этой техники на достаточно далекое будущее. Вот, ну, опять, давайте возьмем электробусы, мы уже никто тоже не верили в это, но сегодня они появились. То есть Москва приняло это решение. Еще несколько городов, кто относится к этой теме с пониманием и хотят, чтобы они появились на улицах городов. Это экология, это удобство для пассажиров. Ну, и эстетика улиц. Представьте, там убирают линии электропередачи троллейбусов. То есть насколько улиц становится чище, светлее, то есть нет перетяжек, нет проводов висящих. Это в Москве происходит, это и другие города об этом думают. Там получается сопоставимо создание зарядной инфраструктуры с затратами на поддержание и модернизацию электроконтактной сети. То есть деньги приблизительно одни и те же, а качество, комфорт для пассажира совершенно другое получается. То есть если брать наши инновационные разработки, они делятся на тех, что электробусы, автобусы и автомобили К5 это то, что мы сегодня уже начинаем зарабатывать. А в чем, что касается электротранспорта, грузового и автономного движения, это инвестиции лучше. Это произойдет, еще раз повторяю, неизбежно. Сергей Анатольевич, а в этом смысле, если считать нашу работу перспективную над двигателями поколения Евро-6, Евро-7, насколько это актуально? Или все-таки это уже, мы думаем, о других альтернативных видах топлива и дизельный двигатель уходит на второй план? Ну, дизельный двигатель, при этом анафеме сегодня, с моей точки зрения, не совсем заслуженно. Общее беспокойство человечества в выбросах СО2, я его понимаю, недавно прочитал статью, что за последние почти 2 миллиона лет ученые подтверждают, что количество содержания углекислого газа в атмосфере максимально за всю историю там не было. К человечеству еще более ранним периодом, я не знаю, это околонаучный журнал, насколько достоверна эта информация, но тем не менее это так. И то, что люди стали принимать эти решения о сокращении воздействия транспорта на окружающую среду, я к этому отношусь с пониманием и позитивом. В дизельном двигателе есть определенные проблемы с экологией, но тем не менее это самый эффективный с точки зрения производства, энергонасыщенный источник энергии, и ничего взамен ему пока и не предложили. Все, что есть там, и батареи, и водородный двигатель, это однозначно по эффективности пока хуже. Все это связано в основном с экологическими требованиями. С моей точки зрения у нас разработан новый мотор, он соответствует сегодня классу Евро-5, Евро-6 мы сделаем в следующем году. Двигатель получился очень хорошим. Я считаю, что ту работу, которую наша НТЦ выполнила во главе с, да не сходить, чем более, с Куряковым, главным кастом-тром по двигателям, это огромная работа, она была непростой. Но мы не только сделали работу правильно, но мы еще и скромбировали коллектив конструкторов в рамках нашего НТЦ, который способен спроектировать любой новый мотор. Это тоже крайне важный вопрос, потому что они получили бесценный опыт проектирования, разбираются сегодня в теме, ничем не уступает любому КБ сегодня европейскому. И НТЦ мы оснастили в том числе и исследовательскими стендами, которые позволяют сегодня проводить достаточно глубокие исследования и испытания по двигателям. То есть, все сделано, чтобы мы это могли делать. Мы основной упор, я сейчас считаю, должны делать на, если брать альтернативные источники топлива, это, конечно, на газе. Все в нашей стране это получило развитие, это экономически выгодно, с точки зрения экологии более правильно. По новому мотору мы занимаемся разработкой, в следующем году мы получим его уже на газовом топливе. То есть, работа пополняется, пока он только дизельный, в следующем году будет и газодизельный, битопливный мотор и на чистом газе. Евро пять или евро шесть? Это евро пять и евро шесть, там очень небольшая разница. С точки зрения техники несколько проще, чем дизель. И, конечно, с 2021 года мы будем активно применять свой собственный мотор в нашей технике. Сегодня уже наша техника себя зарекомендовала на газомоторном топливе. Очень положительный спрос, очень высокий. Изменилась, конечно, программа субсидирования со стороны государства. Я думаю, если и будет несколько падений интересов к этому виду топлива, то только в следующем году. Затем все будет восстанавливаться, когда наши партнеры привыкнут, что покупать технику можно только без субсидий. Это в этом случае уже тоже будет проще и пойдет и будет. Но это очень перспективное сегодня направление. И не только в нашей стране. Один из рынков, на котором мы работаем, это Узбекистан. Там это вообще основной хитростью. Дизельное топливо хорошо, но всем нужен газ, потому что там прекрасная сеть заправочных станций по магистралям населенных пунктов. Там нет проблем с этим. И, конечно, потребители стремятся использовать более дешевый вид топлива. А, оказывается, это тоже на базе Р-6? Да, конечно. И, Анатольевич, во время Вашей работы на КамАЗе какое решение Вы считаете самым сложным? Уже столько было сложных решений. Ну, хорошо, самое запомнившееся, если получится. Ну, первое, самое запомнившееся, это, наверное, те решения, которые я принимал, когда в начале моей работы на КамАЗе нужно было найти варианты, как уйти в банкротство. Потому что там не то, что признаки были, там все было настолько тяжело, то есть, де-факто, предприятие было не платежеспособным. Вот, если брать закон о банкротстве сегодняшнем, то реанимация была бы невозможна. Если сегодняшняя нормативная база будет принесена на 2002-2003 год, то это было бы невозможно. Тогда все-таки еще было более мягкое законодательство, но мы сумели это пройти. Это был очень тяжелый период, и, наверное, не только там само решение идти в пути реструктуризации долгов. Все пути решения, они требовали очень тяжелого. Это было сложно, тяжело, но отнимало массу времени, но это все происходило. Мы не сумели это сделать. Следующим шагом, наверное, это был 2008 год, период кризиса. Нужно было остановить КамАЗ. Привести в порядок наши складские запасы, стабилизировать положение. Объявить людям, что у нас будет неполная рабочая неделя, простой. Это было очень тяжело, и город тогда зависел в значительной большей степени, чем сегодня от КамАЗа. Это был коллапс. Еще накладывалось, что в это время шли переговоры с Гамером о покупке доли. Тоже нужно было перевернуть свое сознание, согласиться с тем, что это возможно. Приход такого стратегического партнера. Тоже было непростое внутреннее решение при проведении этих переговоров. Все остальные последнего периода у него, наверное, категории сложных было. То, когда мы вышли к нашим акционерам с программой модернизации КамАЗа. Мы же не дети, мы понимали, что мы себя загоняем в очень жесткие рамки на очень длительный период. И все, что мы сделали по стабилизации финансового положения КамАЗа, нашего положения на рынке, нужно было пересматривать. И мы сами осознанно пошли в те годы в жизнь. Это тоже было очень сложное решение. Сергей Ильич, в этой связи часто ходят такие вопросы. А может, не стоило вообще этим заниматься? Продолжать наш КамАЗ, который зарекомендовал себя? Пусть кабина не очень новая, но зато проверенная. Можно было бы пойти по этому пути, но надо было бы четко осознавать, что тогда мы существуем с момента отнятия решения. Прошло 5 лет, мы бы 10 лет просуществовали. Постепенное задухание, прекращение жизни компании, однозначно. Сергей Анатольевич, получается так, что тема моно-города в этом смысле для нас менее волнительная, чем она звучит вообще на всех уровнях. Мы же, в общем-то, добивались того, чтобы город достаточно независимо себя чувствовал от КамАЗа. Ну, это цель, которую ставили и мы, как КамАЗницы, перед собой. Потому что в случае проблем на рынке, любое решение, которое мы принимаем внутри КамАЗа, очень болезненно отзывается на город. Снижение зависимости от нас упрощает принятие решений для менеджмента КамАЗа. Ну, и кто сделал основные усилия по плавным переходам рабочей силы? Я считаю, что тот проект, который называется сегодня Кипмастер, это основной драйвер по размещению промышленных производств в нашем городе. Можно рассказывать о каких-то индустриальных парках других. За 9 месяцев этого года там произведено 77 миллиардов продукции, там почти 7 тысяч рабочих мест. И КамАЗ оптимизирует свои трудовые ресурсы, плавно обеспечивая переход их на наше совместное предприятие, независимо от производителя. Это сегодня очень удачный опыт. Я его рекомендую использовать и другим компаниям. У него у всех получается, хотя, конечно, индустриальные парки развиваются. Вот это направление такое. Сам по себе моногород, то есть переход в статус моногорода нам позволил получить немалые деньги на инфраструктурные проекты. В частности, дороги в промышленные зоны тоже были за этот счет. Ряд проектов фонд моноградов в нашем городе профинансировали. Ну, там КамА-Пристоц был, я уже не помню все, что там было. Наших было там много. Для нас основным является то, что мы шестую очередь гипмастера. Мы получили кредитный ресурс в фонде моногородов, профинансировали строительство. И сегодня площади все заняты. То есть там уже опять лет свободных площадей. Этот проект работает, тиражируется в других территориях. Все происходит. Важен для сегодня и для нас статус моногорода. Я думаю, это уже не настолько важно. Я подчеркнул, что сегодня отсутствует федеральная программа моногородов. То есть она не утверждена на следующий период. Фонд еще остался, но как таковая программа развития моногородов, она не утверждена. Поэтому, когда мы говорим об этом, предмет обсуждения на сегодня, он такой очень туманный. Боюсь, что очень многие сегодня используют это просто как риторику в своих наступлениях. Но я не хочу сказать, что эта тема не важна. В нашей стране таких моногородов достаточно много. Но я бы подчеркнул, что кроме направления моногорода, которой программа, если она будет утверждена, это очень важная программа, очень много сделали все-таки территория бережащего развития. То есть ТАСЭРы, они действительно дали исключительные условия для бизнеса на тех территориях. Потому что те налоговые условия, которые созданы для резидентов ТАСЭРов, они вообще исключительные. Хорошо или нет от этого КАМАЗу, ну, с моей точки зрения, это не идет по пользу нашему городу. Во-первых, где-то бизнес развивается, который де-факто в бюджете города ничего не платит. Это просто копейки. Во-вторых, ну, наверное, это не совсем справедливо, когда на данной территории работают предприятия мощные, большие, с большим вкладом в других экономических условиях, средних и малых предприятий, которые уже рождаются рядом. Мы пытаемся это использовать. Ну, к чему это приводит? Ну, например, проект по производству тяжелых дизельных моторов с компанией «Личель» в китайской. Мы перенесли к городу Тутаев, Ярославской области, который тоже ТАСЭР, но там нет ограничений у КАМАЗа, который не имеет права создавать новое производство. Наверное, с точки зрения здравого смысла было не совсем правильно ограничивать базовое предприятие при создании новых производств рамками, которые экономически отличаются от тех, кто приходит в несмежных отраслях, а в любые другие. Ну, к чему это привело, вот я говорю, что у нас теперь есть такая же площадка у Дмитрова Граде, у КАМАЗа. Вот это тоже тема. Мы там уже создали индустриальный парк. Когда я одному из наших партнеров из Китая выразил желание организовать производство в России, потому что наше взаимодействие растет, я ему показал условия финансовой работы на площадках ТАСЭРа не в Челнах, поскольку он сегодня связан с КАМАЗом и будет поставлять продукцию в основном на КАМАЗ, то это было смешно, наверное. Неделю назад ровно он был на КАМАЗе, мы с ним сидели завтрак, когда утром. Мне вступил звонок, я вышел из столовой поговорить. Когда я вернулся, я смотрел, что он активно говорит по телефону. И когда он закончил разговор, он мне заявил, что в конце недели финансовый директор, ты есть, площадку просмотреть. Финансовый директор компании прилетел в пятницу, в субботу, в воскресенье, не повел на площадке, общаясь с местной властью, с нашими руководителями. Ответ был такой, нам все понравилось, нам интересно, мы будем рассматривать вопрос о приходе сюда. Ну, метровагер для нас и территория, конечно, очень удобная, всего 350 километров, не такое большое плечо, в этом смысле Ярославль на большое расстояние, 1600 километров. Все-таки затраты при взаимодействии, ну, и туда продукция, которая с КамАЗом почти не связана, а просто это бизнес. То есть, вот происходит и такое. Мы вынуждены такие решения принимать, потому что нам тоже нужны исключительно экономические условия, которые позволят нам быстро окупать наши инвестиции вместе с партнером. Сергей Анатольевич, чисто теоретически, поможет ли женщина стать генеральным директором КамАЗа? Или автомобилестроение такая, мужская ломка? Ну, это крайне редкий случай, пан Жилов. Но компания Рено недавно приняла такое решение. То есть, вы допускаете, что, хорошо, ну, не генеральный, один из топов, в принципе, может быть, директор завода? Я не представляю, честно. Ну, я скажу так, это необычно для нашего общества, но то, что это может быть, меняет совершенно неудиво. Это может. Что? Сергей Анатольевич, а что это за проект по великим коммерческим производителям? Можно, по-моему, не могу сказать? Ну, уже несколько лет занимаемся темой. То есть, рынок тяжелых коммерческих автомобилей, он сокращается. Это не только связано с какими-то экономическими процессами в инвестициях, в господдержке. Это другое. Просто автомобиль, который четвертого и пятого поколения, мы выпускаем, он не меняет один к одному старые машины. То есть, это один к двум, двум с половиной. Один автомобиль стал менять два, два с половиной грузовика, и он объективно стал схлопываться. Ну, и потом совершенно другой ресурс. То есть, мы же по К-5 все злые детали считали, подтверждая ресурс, миллион двести тысяч километров пробега, а испытания проводились на миллион восемьсот. То есть, это совершенно другой продукт, и по срокам эксплуатации может быть, и по характеристикам грузоподъемности, скорости передвижения. Очевидно, что это привело к определенному сжатию. Наша компания стала думать, чем заниматься еще, потому что вопрос объема всегда ключевет. Конечно, легкий коммерческий грузовик мало с нашим основным продуктом коррелирует, но это все равно позволит увеличить присутствие на рынке и дозагрузить наши мощности. Тут продукт, что создан в НТЦ, это проект Космик Компас. Он получился интересным. Ну, это, так сказать, сегодня в нашем инвестиционном банде-портфеле стоит во второй очереди. И в первой. Мы это рассматриваем. Если у нас экономика проекта будет получаться, то мы его, конечно, заточим. Это уже принципиально другой автомобиль, не на базе Компаса? Ничего от КамАЗа нет. Для нас важно, например, представьте, мы запускаем в завод Кабин, то есть у нас прессово-рамный завод постепенно начинает терять заказы. У нас там вопрос о красочных линиях, штамповочных производствах. Крайне желательно дозагрузить. У нас с себестоимостью, иначе проблемы будут по К3, К4. Ну, вот, это один из способов как-то сделать. Это надо рынку, и это надо нам. Сергей Анатольевич, затронули тему рынка. Все-таки я хотел бы спросить по поводу каких результатов мы ждем по окончании этого года. Потому что от результатов зависят многие показатели. И понятно, что рынок сейчас очень сложный. Можно говорить, что результаты маркетологов повысили чуть состояние рынка. Раньше они давали у нас по цену 55-56 тысяч, сейчас они вывели на 59 тысяч. И помогли по регистрации в этом году. У меня склонен считать, что даже до 60-ти рынок поднимите. Мы рассчитываем, что мы 29 тысяч будем иметь на внутреннем рынке. И чуть больше 5 тысяч – это экспорт. К сожалению, там есть ряд сложностей по исполнению контрактов экспортных, хотя они имеются. Но, тем не менее, пока такой план есть. Вот, 34-35 тысяч – это то, что мы должны закончить. Много-то или мало? Ну, для КАМАЗа это недостаточно. Но это данные, с которыми мы сегодня столкнулись, ожидаем. Следующий год будет не лучше. В 19-м году мы не ждем для родного роста потребления. Всегда какие-то сегменты в этом году сильно упали магистральные тягачи. Причем, падение было почти в два раза. То есть, это было очень проблематично для нас. Именно поэтому мы по четвертому поколению автомобилей выпустили меньше, чем планировали. Потому что у нас не было готового продукта самосвалы заместить их другим видом. Мы очень существенно роль сыграли, например, в нашем бизнесе. То есть, те шаги, которые сделали по мусорной переработке, то есть, по мусорной реформе, ну, по крайней мере, для нас имеет один позитивный фактор – резко увеличился сбыт мусоровоза. Поставки шасси на заводы производителей мусоровоз, они шли почти весь год устойчиво, стабильно, на пределе все работы. То есть, это тоже для нас огромный плюс. То есть, вот те факторы, которые были по рынку. Ну, стабильным остается спрос на полупременные автомобили. Если мы себя чувствуем, очень неплохо. Вот этот продукт пользуется спросом. Он традиционный для многих производителей специальной техники, сырьевых компаний, там, «Газпрома», «Роснефть». Все нехтяники берут, все геолог-разведки пользуются этими машинами. У нас в условиях Севера, Сибири, Дальнего, у нас только, конечно, наиболее востребованы автомобили. Если иметь в виду все-таки тему юбилея, Сергей Анатольевич, вот на открытии памятника Билуста Васильеву вы сказали о том, что дизельную революцию, собственно говоря, совершил КамАЗ. А вот сейчас, что касается революционности, она в чем может заключаться со стороны КамАЗа? Как бы наша миссия революционности? Ну, как я сказал, мы правильно сделали, что в свое время очень много внимания уделяли газомоторному топливу. То есть это тот же самый дизельный двигатель, переработанный под использование газа. Это раз, если брать революционность, то только электродвижение, альтернативные источники. Но, как я сказал, это должно быть осознанно решение властей, которые готовы пойти по этому пути, создать условия очень жесткими экологическими требованиями и обеспечением вложений в развитие инфраструктуры. Если этого не делать, то наше отставание будет скрепляться. У нас сейчас вообще очень такой сложный период в отрасли, не в России, а в целом в отрасли, когда все переиначивается. В сторону электромобиля движение уже остановить будет невозможно. Теряется интерес к дизелю вообще. То есть, как я сказал, его незаслуженно загнали далеко-далеко. Но это трудно судить, потому что человек должен заботиться о планете, на которой живет. Если есть возможность хоть как-то уменьшить СО2, то это надо делать. Правда, я бы еще понимал, что нужно и встречное движение. Единственное, кто СО2 перерабатывает, это деревья. То есть, надо бы как-то следить за состоянием лесов на нашей планете и активно заниматься посадкой деревьев, чтобы это происходило. Вот посмотрите за окном. Мы с вами 15 лет назад взяли санитарно-защитную зону КАМАЗа и засадили в деревень. Сегодня уже лес растет. Но это надо делать сегодня, чтобы завтра он был. Сергей Анатольевич, у нас сколько правдивы слухи, которые сейчас говорят о планах КАМАЗа по возвращению в Косибири? Какой-то феверичной навеки. Абсолютно неправдивый. У нас нет таких планов. И в нашей стране созданы избыточные мощности по производству легковых автомобилей. Инвестировать туда КАМАЗу сегодня смешно. Когда мы продали завод на микроэтажных автомобилях, тогда мы приняли решение уйти из этого себя. Что касается микроэтажных автомобилей? Ну, это фантазии нашего блока развития. Я не запрещаю этим заниматься, потому что это всегда очень существенная тренировка головы, способности проектировать. Там нет больших расходов, но конструкторы имеют право даже фейковые деревья отрабатывать, а вдруг сработать. Возвращаясь к такой теме, очень остро для набежных челнов, транспорту, я помню, что у вас была достигнута договоренность с Аликсутовым, директором департамента транспорта Москвы, о том, что городу будет передано 10 трамвайов из Москвы. На каком этапе сейчас этот проект находится? Алик Петрович, с Аликсутовым договорился, письмо мэру было направлено Сергею Семеновичу Савельеву, он его подписал, в следующем году они должны получать. Ну, это уже задача города, моя задача была договориться, а дальше пусть они работают, мы за них эту работу делать точно. По администрации города получат подарок, если они первые проекты. Я знаю, что у вице-мэра Москвы заявок, вот такая стопка на столе, они не эксплуатируют полный транспорт, автобусы у них будут с циклом обновления 7 лет, электробусы они рассчитывают на 15 лет, трамваи, видимо, там порядка 15-20 лет они обновляют. У них четкая программа обновления парка, и техника у них в таком состоянии, что ее под пресс пускать не надо, она ее хорошо содержит, и многие города просят у Сергея Семеновича передать им эту технику, и ее еще эксплуатируют много лет. Вот это же сделано здесь, ну да, это не новые трамваи, но они в хорошем состоянии. Если иметь в виду уроки прошлого, Сергей Анатольевич, то КАМАЗ отработал так, чтобы не наступать на прежние грабли, с Вашей точки зрения? Ну, если брать пассажирские перевозки, я считаю, что мы зря пошли навстречу администрации города и передали предприятие по трамваю. Этого не надо было делать, потому что когда он был в составе КАМАЗа, он нормально работал, мы обеспечивали необходимые условия по завозу наших работников на заводе. Город, когда брал, мы им выполнили все обязательства по субсидированию в течение трех лет, и потом началось все, что сегодня происходит. Это мы сделали с ним. Отыграем инзад? Это невозможно. Отыграть невозможно. Во-первых, состояние предприятия стало гораздо хуже. Во-вторых, мы, как коммерческая структура, можем подарить городу. Мы же подарили предприятию. А вот обратный процесс невозможен. Тогда надо покупать. Мы этого делать не будем. Вообще, это функция городских властей обеспечивать перевозки жителей. Это точно не наша за ними организация. Последний вопрос, если еще остались. Может, у нас время поджимает, нам надо еще записать поздравления. Может быть, такое, что все генералы, бывшие практически в один голос, говорят, что это самый счастливый период КАМАЗ в их жизни. Может быть, тогда, что вы скажете, Сергей Анатольевич, в ваших 17,5 лет? Я еще не на пенсии, поэтому я не хочу говорить счастливый или несчастливый, предаваться воспоминаниям. Я в своей жизни реализовал достаточно много сложных проектов, но это самый интересный и самый сложный. Я им прошу себя. Спасибо, Сергей Анатольевич. Все, тогда на этом заканчиваем. Продолжение следует...